Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александра, и я рада вас приветствовать в новом видео компании Реал Словакия. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о мобильных приложениях, которые вам помогут изучить или подтянуть словацкий язык. Ну что ж, начнем. Из видео в видео мы говорим о том, что словацкий язык это достаточно сложный язык, и на его изучение необходимо уделить достаточное количество времени. Если ваш переезд запланирован достаточно скоро, или вы уже, например, живете в Словакии, здесь работаете, то в таком случае мы однозначно рекомендуем интенсивное изучение языка, такое как, например, языковые курсы или, возможно, репетиторство. Ну а если ваш переезд запланирован не так уж скоро, если это только перспектива, или вы просто хотите на будущее изучить словацкий язык, у вас есть большое количество времени, и вам язык не нужен прям супер срочно для коммуникации, или, возможно, для работы, или ведения бизнеса, то в таком случае мы сегодня хотим представить вам несколько приложений, которые вам помогут в самостоятельном изучении словацкого языка. Это бесплатное приложение, в котором вы можете изучать лексику по самым востребованным и самым актуальным темам в Словакии. Например, такие как образование, работа, дом, средства массовой информации или путешествия. В приложении размещена лексика по 33 темам. Каждое слово вы можете изучать с помощью карточек, вам будет предоставлено изображение, а вам, соответственно, необходимо будет найти перевод какого-то слова, которое вам будет представлено. Также очень удобно то, что карточки можно сохранять, и все необходимые слова всегда будут под рукой. Также в приложении есть вкладка «Фразы», и там представлены самые-самые популярные фразы по 26 темам. Это приложение уже рассчитано на тех, кто может воспринимать словацкий язык на слух. В ходе в приложение вам представлены такие темы, как люди, работа, путешествия, знакомство, цвета. По данным темам размещены короткие аудиозаписи или какие-то фразы, а возможно и слова. Но есть один нюанс. Данное приложение подойдет только для тех, кто говорит по-английски, потому что перевода на русский или украинский у приложения, к сожалению, нет. На мой взгляд, это самое удачное и самое удобное приложение для изучения словацкого языка самостоятельно. Здесь, как и во многих других приложениях, вы можете выбрать определенную тему. В приложении представлены такие темы, как знакомство, основные фразы, такие как «добрый день» или что-то такое, что вы используете в ежедневном обиходе, скажем так. Путешествия, работа, дом. Выбрав определенную тему, вам открывается список подтем. Например, выбрав знакомство или друзья, вам откроются такие подтемы, как день рождения, возраст. То есть имитированные диалоги с вашими друзьями. Также здесь можно выбрать 4 способы изучения данной темы. Например, только лексика, составление или соединение фраз или, возможно, даже аутирование. Приложение предоставляет действительно качественный, многосторонний подход к изучению словацкого языка самостоятельно. Это приложение также достаточно удобное и полезное. В приложении разделены уровни изучения языка. Новичок, базовый, продвинутый или экспат. Приложение позволит вам начать изучение языка с самого первого уровня. А затем, после успешного прохождения тестов и уровней, вы сможете передвинуться с новичка на базовый. Например, с базового на продвинутый и после продвинутого к экспату. Также очень забавно, что приложение позволяет закреплять пройденный материал тестами и викторинами, что создает такую атмосферу соревнования. В этом приложении также все разделено по уровням. Для начала вам необходимо будет выучить 100 базовых слов, а затем вам откроется доступ к фразам. Продвигаясь постепенно по уровням, вы можете самостоятельно дойти до изучения словацкого языка до уровня А2. Кстати, достаточно интересно, что в данном приложении предоставлены даже самые распространенные фразы и слова для флирта. Однозначно советуем вам попробовать данное приложение, потому что изучив фразы из него, а также слова, вы получите достаточно большой словарный запас. В том числе в приложении предоставлены, например, какие-то сленговые слова, которые самостоятельно, наверное, изучить достаточно сложно, если вы не находитесь в данной среде. Изучение слов также происходит по карточкам. Сначала вам озвучивается словацкое произношение, вам необходимо найти перевод и сопоставить данные вещи. Ну и как и в большинстве многих приложений, данные слова вы можете сохранять. Ну и, пожалуй, самый типичный совет и самая типичная рекомендация – это скачивать словарь. В нашем случае, например, это английско-словатский словарь. В этом приложении все достаточно удобно и самое прекрасное то, что к слову вы можете найти сразу же ряд синонимов. Надеемся, что это короткое видео предоставило вам немного интересной информации, вы возьмете ее на вооружение. Обязательно помните, что словацкий язык все-таки достаточно сложный. И если ваш переезд запланирован в ближайшее время, обязательно идите на языковые курсы или возьмите репетитора. Ну, а на этом мы будем с вами прощаться. Задавайте все свои вопросы в комментариях под этим видео, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok